Здравствуйте! У нас в Мишле урок номер 139. Мы находимся в 16 главе и, судя по всему, в 25-м предложении. Которая говорит, есть путь, который кажется прям для человека, но конец его путь смерти. На иврите. Есть путь, который в глазах человека кажется прямым, но, в конце концов, он приводит непосредственно к смерти. Говорит... Я даже не знаю, как сделать. Давайте сразу 26-е предложение тоже прочитаем, потому что Мальбим их объединил. Труженик трудится для себя, ибо его заставляет род его. Говорит Шлома Амеллах. Сейчас, секундочку. Нефиш Амеля Малало. Душа, которая трудилась, трудилась для себя. Кеа кафала в пиху. Потому что лакув заставляет его пе. Объясняет Мальбим. Довольно длинный Мальбим, который говорит, что это возвращается к тому, о чем уже говорили. Что сказано. Цув дваш им рейном. Что слаще меда. Так мы перевели. Какой-то определенный вид меда. Это высказывание уст человека. В Айварерло. И это объясняет, что есть такая дорога, которая кажется человеку прямым. Что вначале она видна ему прямым. Для того, чтобы выполнить, заполнить его таву, его желание, вожделение. Человеческого тела. И все, что он хочет. Но в конце концов она ведет к смерти. Потому что в конце концов тело, оно всегда умирает и пропадает. И когда оно умирает, то важно, чтобы не умерла одновременно с ним человеческая душа. Духовная часть человека. И об этом сказано, что так может случиться. Что душа трудится. Трудится. И трудится, поскольку она вынуждена трудиться. Не от хорошей жизни. Потому что. Как это происходит? Что уста, которые хотят кушать, заставляют душу. Душа имеется духовное начало в человеке. Постоянно трудится безостановочно. И выясняет ему. И для души это что-то типа проклятия. Что-то типа клалы. Проклятия. Что вот главное в человеке это душа, которая у него вечна. И главная часть жизни это вечная жизнь. Которая духовная жизнь. Жизнь души. А человек, который создан для того, чтобы быть живым духовно. Для этого он создан в этом мире. И в этом посредством того, что умирает его тело. И все желания тела пропадают. Получается, что если у человека есть какие-то колючки, терновники в начале его жизненного пути. Но в конце концов он дойдет до вечной жизни. До того, что в результате окажется идеальным. То есть это называется хаей ад. Жизнь вечная. После того, как он вернется в Ганедан. Который является вечностью. Мальвиз здесь не входит в то, что Ганедан на самом деле не вечная часть. Это часть жизни, которая остается до прихода Машеха. На каком-то этапе после прихода Машеха появляется тхья замытьем. Оживление мертвых. И после этого появляется новый этап жизни, который называется Аллам Абба. И что это такое, мы не знаем. Глаз пророка этого не видел. Но начиная с Ганедана, это начинается духовная жизнь. Которая называется Хаим Ницхиим. Вечная жизнь. Есть много глупостей в человеке, что такая дорогая вещь, которая есть у человека как душа. Она будет оставлять свое духовное предназначение и трудиться, поскольку вынуждает к этому уста трудиться. А уста имеется в виду, потому что человеческая жизнь так устроена у многих людей. Она устроена таким образом, что идет под девизом «люблю повеселиться, особенно пожрать». Поэтому, когда уста требует насыщения, уста требует от души, чтобы она трудилась для того, чтобы их насытить, то человек хочет есть, пить. Он ест и пьет. И он знает, что завтра он умрет. И не останется ничего в душе. И от всей его еды ничего не останется. И получается, что клум ничего не остается от того амаля, от того труда, который трудился человек Тахаташемиш под солнцем. И об этом говорит Шлам Амеллах в Кагелите. Повторяю это немножко другими словами, но суть такая же, как считает Мальвиум. И это говорит разум, который говорит о том, что надо стремиться к вечной жизни. И глаза духовные должны видеть, что есть жизнь после смерти. И мы уже говорили об этом, говорит Мальвиум, что Шлам Амеллах об этом писал в 14 главе. Что сердце знает, Марат Навшо, сердце знает горечь своей души. Что имеется в виду, что сердце знает горечь своей души? Сердце понимает, что душа страдает от того, что она вынуждена заниматься всякой ерундой материального мира, вместо того, чтобы заниматься тем, для чего она создана. И бывает так, продолжая Шлам Амеллах и говорит, что есть дорога, которая кажется прямой перед человеком, но ведет она к смерти. Что я уже объяснял в 14 главе, что глупцы, они тоже знают в своем сердце, что такое страдание души. Потому что, несмотря на то, что эта дорога кажется им прямой в их глазах, чтобы выбрать жизнь глупости, то они понимают, тем не менее, внутри, глубоко внутри, они понимают сердце, что она ведет к духовной смерти. И сердца этих людей, они мучаются им горько и понимают и чувствуют горечь души от этого. И они находятся в состоянии некоторого дикаона, некоторой депрессии по этому поводу. Поэтому здесь сказано, что Хахам Лев, человек, который мудр с сердцем, он возвращается к 23-му предложению. Человек, который мудр с сердцем, он будет стараться просветить, сделать более разумными свои уста. И тогда уста должны получить что-то добавочное, добавочные знания. И это то, о чем сказано, что это более сладкое, чем мед, слова Торы. Потому что мед, он может быть полезен для тела, но никак не может быть полезен для души. Слова Торы это то, что дает и для тела, и для души. Таким образом, по Мальбиму, 25-26-е предложения говорят о том, что человек должен каким-то образом рассуждать и видеть, что бывает прямая дорога в его глазах, которая ведет к смерти. И человек, который выбирает эту дорогу, его душа будет трудиться, поскольку уста заставляет его трудиться. Но толку никакого от этого труда нету, потому что это временные какие-то вещи, которые он получает. А после смерти ничего не остается, и это то, что сказано, что эта дорога ведет к смерти. Окей. Агро идет совершенно по другому пути в понимании этих двух сухих. Он говорит, что есть дорога, тут тоже надо вернуться к 24-му посылку, который говорит, что слаще меда высказывание уст, и они сладки для души, и они вылечивают кость. Если вы помните, то Агро объяснял, что мед он сам по себе может вредить. Но есть какой-то вид меда, который не только не вредит, не только приятен и вкусен, но еще и дает пользу даже для тела, то есть эцем, кость, которая является самой телесной частью человека. И он объясняет, что есть два суда, которые проходит человек после смерти. Это гееном и хибудга кевер. Гееном – это духовный суд над душой, а хибудга кевер – это суд, который происходит над телом человека. Так вот, когда человек говорит своими устами слова Тора и слова Митцвод, то этот человек переворачивает полностью оба эти суда, и это полезно и для геенома, то есть суд геенома ослабляется, и для тела, то есть будет меньше хибудга кевер, могут меньше, будут мучения в могиле для тела после смерти. «Продолжает и говорит Шлам Амеллах, что есть дорога, которая является прямой перед человеком». Говорит Агро, что имеется в виду. Ситра Охра, она кажется человеку, что такое Ситра Охра понятная, обратная сторона, сторона, которая создана Творцом не для Митцвод, а для того, чтобы искушать человека. Сторона тьмы, если можно так сказать. Она для человека выглядит всегда прямым путем. Да, и об этом сказано, дальше он дает цитаты, цитаты я пропускаю обычно, и так далее. Но, в конце концов, дороги Ситра Охра, дороги этой обратной стороны Митали, они ведут к смерти. Об этом сказано. Что ноги ее, они спускаются к смерти. К смерти это «шаульцеэдэйгээтмегу», то есть гейном, куда шаги человека будут его вести. То есть, у Ситра Охры есть много путей, все эти пути кажутся человеку правильными и красивыми, и все они ведут к смерти. То есть, существует вещь, которая связана с устами человека, которая полезна и для тела, и для души. Эта вещь называется тора и заповеди, которые уста выговаривают. И существует вещь, которая тоже связана с устами, как следующее предложение скажет. Но она связана с Ситрой Охрой. И таким образом, она кажется человеку вкусной, сладкой, как мед, но ведет она к смерти. То есть, Раглейха и Эрдот Мавит, суть Ситра Охры в том, что она находится, начинается, ее ноги находятся, понятно, что ноги это самая низкая часть, находятся там, где находится смерть. Что имеется в виду? В данном случае, главная часть, это то, что жизнь, это, есть понятие жизни человека, это соединение души и тела. Есть понятие жизни более глобальное. Это Двикудба Акодыш Баргу, это соединение, прилепление со Всевышним. В тот момент, когда тело человека и душа человека, они попадают, начинают работать в направлении, которое требует Ецаргара, Ситра Охра, дурное начало в человеке, то написано, что Раглейха и Эрдот Мавит, то ее ноги, они находятся в состоянии смерти, спускаются к тому месту, где находится смерть. Имеется в виду, что они ведут к отделению от Творца. Таким образом, шат этого пасука по Гагро, что если ты попадаешь в ловушки не Цув Медваш, не то, что находится выше Дваша на уровне своего, выше меда на уровне своей сладости, то есть вместо слов Торы твои уста обращаются к меду, то в этой ситуации Тайва, которая есть, она приводит к тому, что Ситра Охра тебе говорит, что это хорошо и правильно, ты начинаешь хорошо питаться, результатом этого то, что ты идешь к смерти. Окей, теперь продолжает в следующей пасуке Гаонова объясняет. 26-й пасук говорят. Я напоминаю, что Мальбим объясняет, что род заставляет душу трудиться, то есть душа делает всякие ненужные вещи из-за того, что она идет на поводу у тела. И род в данном случае называется та часть тела, которая ведет душу к ненужной работе. Имеется в виду желание покушать, желание получить телесное удовольствие. Они ведут душу к каким-то вещам, которые являются дворем-бетелем, пустыми вещами, которые приводят к смерти. Так объяснил Мальбим. Теперь смотрим, как объясняет Гаон. Гаон говорит, душа, которая трудилась, трудилась себе. Об этом говорили в трактате Перкеавод. Есть известная Мишна. Давайте ее зачитаем. Во втором перике Перкеавод есть... Сейчас, секундочку. Только она после Минки в Сидуре. Второй перик. Это пока еще даже не Перкеавод. Вот. Второй перик Перкеавод есть Мишна. Которая говорит. Я зачитываю сразу всю Мишну. Марбе басар, Марбе рима. Человек, который увеличивает количество мяса, увеличивает гниение. Понятно, о чем идет речь. Человек, который к моменту смерти, он находится такой немножечко напоминающий в близком видении гиппопотама. То этот человек к тому моменту, когда он умирает и попадает в могилу, его тело для того, чтобы перегнить и вся физическая часть должна уйти, то это тело касается гниения. Это тело намного более тяжелое. Марбе нехосим, Марбе даага. Человек, у которого есть много нехосим, много нехосим, много имущества. Это влечет за собой много дааги, много боязней, страхов. Марбе нашим, Марбе кшафим. Марбе шофоход, Марбе зима. Я пропущу эти части. Марбе аводим, Марбе гезель. Марбе тора, Марбе хаим. Человек, который увеличивает количество тора, увеличивает количество жизни. Марбе ешива, человек, который много времени проводит в ешивы. Марбе хохма, он увеличивает количество мудрости. Марбе яца, Марбе твуна. Человек, который много советуется с разными людьми, он увеличивает понятие твуны. Это тоже вид мудрости, о котором мы говорили. Марбе тздока, Марбе шалом. Человек, который дает много тздоки, он увеличивает мир. Канэ шемтов, Канэ ла ацмо. Канело Диврей Тора, Канело Алама Ба Только, по-моему, я перепутал И это, наверное, не эту Мишу Нам надо, на эту Мишу нам тоже понадобится Человек, который приобретает Слава Торы, приобретает вечную жизнь Понятно, что это тоже нам нужен Но я, оказывается, перепутал А Мишне, которая нужна была нам Вот я сейчас ее потерял Одну секундочку Не могу найти Ссылка, которая здесь дана, неверная А я не могу найти Мишна говорит Не вижу, где она Мишна говорит Если ты много учился То не делай для себя Не считай это своей заслугой Потому что для этого ты налад Для этого ты родился И я не понимаю, почему Я не могу этого найти Момент Вот Он говорит, что если ты Нет Не вижу Ссылка неверная Я не помню, где это находится Но придется наизусть Если ты учил много Торы То учил ты ее для себя Что значит учил ты ее для себя Объясняет Гаон Что это и есть пшат этого пасука Мишли Который говорит Что Я не понимаю, почему я не могу найти Он говорит Что Наш пасук говорит Что душа, которая трудится Трудится для себя Потому что для этого ты был создан Если ты учил много Торы То ты учил ее для себя Потому что для этого ты был создан Объясняет Гагро Что те, кто учит То, что учит человеку Когда он находится в утробе В животе своего мамы Он там выучивает всю Тору Всю Тору Которая существует Которую он в дальнейшем Может выучить Он на самом деле Выучил уже один раз Когда он находился В качестве у бара В качестве утроба у мамы И то, что в будущем Есть у него возможность Достигнуть и понять Когда он придет в этот мир Он уже один раз выучил И это то, о чем сказано Что для этого ты был создан То есть ту Тору, которую ты выучил Для него ты был создан Ты ее уже один раз выучил Когда находился внутри мамы И это то, что сказано Если человек говорит Я искал и нашел Поверь ему, что он говорит правду Потому что Тора, которую он выучил один раз Когда был внутри мамы Он ее потерял И теперь он ее может снова найти То, что было потеряно Во время, когда он появился В этом мире Поэтому Гаон учит Пшат Кусочка этого Которым мы сейчас занимаемся Что нефиш амала амала ло Душа, которая трудилась Трутилась для себя Имеется в виду Что та Мишна, перкиавод Которую я только что не смог найти Которая говорит Что если ты выучил много Тора То не считай это собственной заслугой Для этой Тора ты родился Ты был создан Имеется в виду Что ты можешь выучить Не больше, чем та Тора Которая тебя обучили Пока ты находился внутри мамы В трактате Нида Есть гемора На что похож Как Влад перевести Зародыш Плод На что похож плод Который находится внутри мамы Он похож Пинкас Книжечка записная Которая Которая сложена И находится у него в руках На двух его Ногах На двух ногах На двух пятках На двух Ягодицах И так далее И голова его Находится между колен И уста его Они полностью закрыты А пупок его Наоборот открыт И он кушает то, что кушает мама И он пьет из того, что пьет мама И он не ходит в туалет Потому что это может убить маму И поскольку Как только он выходит на воздух То все, что было открыто Закрывается А все, что было закрыто Открывается Что если бы этого не произошло То ребенок не мог бы существовать Даже один час То есть Пупок должен быть закрыт А рот наоборот должен И нос должен быть открыт И дышать И у него находится свечка Которая горит у него На изголовье его головы И он смотрит И видит В свете этой свечи Из конца мира В конец мира Как сказано И в хелу ниро алей руши Ну, по суки Я не буду переводить И в свете этого В этом свете Он идет в темноте И видит все Что находится в мире И не удивляйся Что человек спит В одном месте И видит сон Например Спит, говорится Сройль А сон видит про Испанию И нету у тебя Таких дней Когда человек Находится в таком Тоф В таком добре В таком состоянии Хорошем Больше чем эти дни Как сказано То есть Кто вернет Кто нас поместит В такие дни Когда Всевышний Сохраняет меня И эти дни Которые есть В них только Ерахим Там написано Кто вернет В нас дни Которые как Прошлые месяцы О каких днях Идет речь Дни Которые можно назвать Месяцами Но нельзя назвать Годами И это Дни беременности До родов И там Обучают его Всей Торой Целиком Как сказано Покажи мне Бьет его Дает ему пощечину Не по лицу И так далее И так далее И он Клянется И заклинает Ему И говорят Будь праведником Не будь Рошой И так далее Но основная часть Которая меня интересовала Мы уже ее Одолели Что имеется ввиду Что в момент Когда ребенок Находится В утробе У мамы Его обучают Всей Торе Но Всей Торе Каждого человека Обучает Если можно так Сказать Немножечко Разной Торе Поскольку Тора Она Многогранна Но не безгранична В смысле того Что я имею ввиду Безгранична Понятно Но когда я говорю Многогранна Я имею ввиду Что не надо Выдумывать Ту часть Торы Которую не получал Маширабейна На горе Синай И выдумывать Всякую чушь Или дрожь Свои псуким И говорить Свои толкования Тора Это абсурд Но у каждого человека Есть свой удел В Торе И Каждый Должен выучить И раскрыть Тору В соответствии Со своими качествами Со своим разумом С которым он создан И входит в этот мир Поэтому каждый ребенок Который находится Внутри мамы Ему раскрывает Ту Тору Которую он в дальнейшем Должен пройти И там есть части Которые другой человек Не должен пройти Маширабейна Понятно Что прошел всю Тору Но даже Маширабейна Пройдя всю Тору Он тем не менее Есть определенные детали Которые выводятся Из принципов Которые получил Маширабейна На горе Синай Но эти детали Не вошли В этот мир Внутрь Современного мира Они не вошли Через Машей И должны войти Через каждого человека Каждый кусочек Должен войти отдельно И это то О чем сказано Что его учат Той Тори Которую он должен пройти Поэтому человек Который говорит Что я выучил Много Тора Он не должен Лаакзиктовала Отсмо Он не должен считать Что у него Есть какая-то заслуга Потому что Он должен выучить Ту Тору Для которой Он был создан И это то Что сказано Пиркевод Восстанавливает На какой-то процент И то что нужно Делает То это уже Очень-очень много Поэтому Пасук Этот В толковании Гаона Так как его читает Гаон Вильна Звучит так Если ты выучил Много Тора А Слиха Нефиш Амаль Амалало Душа которая Трудилась Трудилась для себя Как сказано В Пиркевод Что если ты выучил Много Тора То не считай Что это твоя заслуга Потому что Для этого Ты был создан Ты можешь выучить Только ту Тору Которую ты уже Выучил Внутри мамы И твоя задача Восстановить эту Тору И это то что сказано Что человека Учат внутри мамы Всей Торе Которую он может Выучить в дальнейшем И то что может Человек достигнуть И понять Все дни своего труда Когда он находится В этом мире И это то о чем сказано Что для этой Торы Ты был создан И об этом сказано Что если человек говорит Я не учил Не старался Но нашел Не верь ему Я старался Но не нашел Тоже не верь ему Но если он сказал Что я пытался Старался И нашел То поверь Найти Найти свою потерю И это имеется ввиду Что его Постоянно заставляет Учить Кована Имеется ввиду Учить устами То что он Выучил Находясь внутри мамы Он не мог выучить устами Мы только что Я уже закрыл гемору Но вы наверняка помните Что только что Вы прочитали Что Когда человек Находится внутри мамы Единственное Что у него Открыто Это пупок Все остальные Наковим Все остальные Отверстия его тела Они закрыты Когда он выходит Наружу То все отверстия Которые должны стать Открытыми Открываются А пупок Наоборот Надо закрыть Если этого не сделать То ребенок Помирает Влад не может существовать Даже один час Поэтому В момент Когда он находится Внутри мамы Его рот полностью закрыт Когда он выходит Наружу Рот открывается Теперь он в том должен Воспроизвести Всю ту Тору Которую он учил Находясь внутри мамы И еще Этот комментарий Агро закончился Новый комментарий Он говорит Нефиш Амали Душа которая трудилась Трудилась Первый комментарий Говорил про труд Учения Торы Второй Труд делания митцвод Митцвод Который ты делал Ты делал для себя Потому что Тебя этому заставил Твой рот Имеется ввиду Рот в данном случае Несмотря на то Что он был закрыт Внутри матери Тем не менее Тот рот Который учил Тору До того Как ты вышел В воздух Этого мира Он заставляет Человека Трудиться В делании Заповедей Очень сильно Потому что Человек должен Сделать много Больше Чем то Что он выучил Новый хедуш Который говорится Здесь Тоже базируется На перке А вот Который говорит Что Человек Который Его знания Торы Выше чем его действия Неправильно я начал Человек Действия Которого выше чем знания Он похож на дерево У которых корни Больше чем крона Человек Человек У которого знания Больше чем действия Он похож на дерево Которого крона Больше чем корни И если придет ветер Он может обракинуть Этого дерева Это дерево Но если корни Очень большие То Любой ветер Который придет Не может его вырвать Из земли Поэтому человек Должен жить таким образом Чтобы Моасим Действия Были больше чем Знания То есть Знания и действия Действия всегда должны быть Выше Больше чем знания Собственно говоря Об этом Говорилось Что когда евреи Накодились на горе Синая Они сказали Наасе ванишма Сделаем и услышим И пришел Всевышний И сказал Что кто открыл Моим детям Тайны Которого пользуются Ангелы Что Тору Можно сделать Только выучить Понять Осознать Только с помощью действия Что слово действия Должно быть первично А слово знания Вторично И об этом сказано Здесь что Когда человек Находится внутри мамы Он выучит всю Тору Которую он сможет Выучить при жизни Для того чтобы Эта Тора У него была Миткаемит Я даже не знаю Как по русски сказать Осуществилось Внутри него Что-то такое Для того чтобы Тора Осуществлялось Внутри этого человека Его действия Его действия Должны быть больше Чем то что он выучил Выучил внутри Пока он находился В животе у человека И это то о чем сказано Это пасук Который нам приводят Здесь Это не пасук Это тоже Мишна В трактате Перкеавод Я надеюсь что здесь Цитата будет правильно Сейчас мы посмотрим Где-то в шестом перике Это должно быть Шестой перик Перкеавод Это не Мишна Перкеавод Мишна кончается Пятым периком Шестой перик Записан В качестве Барайты Момент То есть он не составил Рабьи Водоноси И тут есть Несколько Таких Барай тот И по-моему Здесь опять Некая ошибка В цитате У меня такое впечатление Что здесь просто В Сидоре Разбитый Мишин Не так Как должно быть Окей Ничего не могу сделать Здесь Все цитаты Немножко неправильно Поставлены Во всяком случае Барайта Говорит Ютерми Лимадей Хаосе Больше чем то Что один из видов Киньяна Тора Когда Мишна Говорит Про Киньяна И Тора То Мишна Говорит Что один из Киньянов Один из способов Приобретения Тора Что ты должен делать Больше чем то Что ты учишь И другой В другом месте Сказано Любой человек Который учит Тора И не осуществляет Ее Это Мидраж Танхума Его у меня точно нету Человек который учит Тору И не делает то Что там написано Лучше бы Чтобы он не родился на свет Поэтому Здесь Есть два Перуша Гаона Как надо понимать Что означает фраза Что душа Которая трудится Трудится для себя Первый Перуш говорит Что человек Который учит Тору Он должен понимать Что он учит И для себя Имеется ввиду Он может технически Выучить Только ту часть Тору Которая ему уже была дана Однажды Когда он был ребенком И она была забыта И он может ее найти Так как находят потерю Поэтому Альт-Акзик Тавала От смеха Не надо Считать Что у тебя есть Какая-то заслуга Потому что Для этого Ты был создан И все что ты можешь Ты можешь только найти То Для чего Тут часть Тора Которую ты уже выучил И вторая часть Говорит Что в зависимости От того Сколько человек Выучил Тора Внутри мамы Он должен В зависимости от этого Увеличивать Количество Митцвод Потому что Тора Которую человек Выучил Она может Осуществиться В человеке Только если Митцвод Больше чем Тора Которую он выучил Соответственно Ты должен делать Очень много И это то что сказано Нефиш Амаль Амала Человек Душа Которая трудится Трудится для себя Трудится для себя Имеется ввиду Делает Тору И митцвод Для себя Потому что То количество Которое дано Торе душе Он должен сделать Митцвод Больше чем Это Тора Соответственно Это количество И качество Которое было дано Окей Теперь мы видим Это два перуша Агро Теперь мы видим Что есть Некий Махлокис Не Махлокис По поводу того Что правильно И то и другое Правильно Нималь Мальбим не спорит Агро не спорит С Мальбим О том Что каждый из них Говорит верно Но о чем Говорит этот пасук Есть некий Махлокис Мальбима и Гаона Мальбим учится Что пасук Говорит о том Что душа Которая трудится Трудится для себя Имеется ввиду Душа Которая Трудится Внутри этого мира Она трудится Для себя Имеется ввиду Что она делает глупости Она делает глупости Которые заставляют А делать уста Которые требуют пожрать Гаон же учит, что устами ты должен выучить ту Тору, которую ты проучил, когда ты находился внутри мамы. Ты должен ее восстановить через Тору и заповеди. И заповедей должно быть больше, чем Торы. Но ты должен пройти и то, и другое для того, чтобы ты сделал то, для чего ты создан. Для этого ты был создан. Если вы задумаетесь, то увидите, что это как бы два противоположных подхода абсолютно. Потому что Мальбим говорит о том, что душа, которая трудится в плохом смысле этого слова, а Агро говорит о том, что душа, которая трудится в хорошем смысле этого слова. И Ки Акафа Лав Пиху, потому что заставляет его уста, по Мальбиму, уста заставляет делать нехорошие вещи этого мира, Таева, Хэмда. По Гаону уста заставляет делать ту часть Торы, которую ты выучил, находясь внутри мамы, в самом хорошем смысле этого слова. И оба эти подхода, они на самом деле связаны с тем, что в понятии П, уста, есть двойственность. Уста служит для двух вещей. У человека в голове есть несколько отверстий. Каждое отверстие, которое есть в голове, оно выполняет определенную функцию. Уши и глаза – это две части принятия Торы. Их основное предназначение – принять Тору. Глаза – Тора Шебектав, устная Тора, которой можно только Лирот. Отсюда имя первого сына Якова Рео-Вен от слова Лирот. И вторая часть принятия Торы – это Тора Шеба-Альпе, которую можно только получить через уши. Потому что это можно только посредством Шмии. Отсюда имя второго сына Якова Шимон. Поскольку это как бы главная часть Лирот и Лишмо. Причем Лирот и Лишмо видеть и слышать. Не только во время Моаммады Арсинай. Но главное, что надо научиться делать – это видеть Тору и слышать Тору, когда ты смотришь то, что находится в этом мире. То, что сказано про Абраама. Что Абраам Амину он соблюдал всю Тору до того, как она была дана. Поскольку он умел читать свиток Торы, когда он смотрел на этот мир и слушал то, что в нем происходит. Когда мы учили Мидраж, который все, в общем, знают этот Мидраж, очень известный. Берешит Барай-Лаким, что Всевышний смотрел в Тору и творил мир. Известный Мидраж. Всевышний посмотрел в Тору и увидел, что там написано. Берешит Барай-Лаким, он сотворил этот мир. Тора была сотворена за 26 поколений до творения мира. И через 26 поколений Всевышний решил, что наступило время, и надо творить этот мир, смотреть в Тору и творить мир. Поэтому мир – это способ прочтения Торы. То, что написано в Торе, оно читается, когда мы смотрим на мир. Абраам Амину смотрел на мир и видел Всевышнего. Он посмотрел на мир и увидел, что не может быть, чтобы не было Баля-Бера, не было хозяина всего этого мероприятия. Вначале он хотел поклоняться огню, воде, ветру, все это известное Мидражим. После этого он понял, что во всем мире виден Всевышний. Это означает, что он смотрел в Тору и видел, как Тора отражается в этом мире, и мог прочитать то, что написано в Торе. Ру-Вен и Шимон – это две молитвы Якова о том, чтобы его дети могли ли род в Ильишмо этот мир, и увидеть, и услышать в этом мире то, как Тора читается и воспроизводится в этом мире. Тора Шибик Тафи, Тора Шиба Альпе – письменная и устная Тора. Это два высших отверстия, которые в человеческом теле – глаза и уши. У человека есть еще два отверстия на лице. Это отверстия, которые нос и рот. Я сейчас не говорю, что уха два, глаза два, носа тоже в каком-то непонятно два или один. Есть узкая перегородка между ними. Каждое отверстие, которое является, там есть еще одна функция, о которой я не говорю. Я не говорю про все функции, которые есть. Но функция носа, основная функция, единственная, это дыхательная функция. Вдыхать – выдыхать. Функция соединения с внешним миром, но в отличие от глаз и ушей, которая функция познавательная. Функция носа – это функция соединения с тем, что сказано в Торе, что когда создал Всевышний человека в Ипах Бе Апав Нефиш Хая, то он вдул в его ностре живую душу. В Энаасе Адам Ле Нефиш Хая – человек стал живой душой. То есть функция носа – это давание жизни, соединение со Всевышним, которое связано с тем, что тело оживляется душой. На эту тему работает нос. У рта есть на самом деле тройные функции. Во-первых, рот частично дублирует функцию носа. Там тоже может быть какое-то соединение между человеком и Всевышним через дыхание. Как мы знаем, что ртом можно дышать, особенно если нос заложен. И второе – это то, что у рта есть две противоположные функции. Функция – говорить и функция – кушать. Почему я говорю, что это противоположные функции? Потому что функция – говорить – это влиять, сообщать из себя какую-то информацию наружу. А функция – кушать – это получать что-то снаружи вовнутрь. И это совершенно разные вещи. И эти разные вещи, которые есть, они влекут за собой два пируша, два объяснения, которые дают Мальбим и Гаон. А объяснение Мальбима, что функция рта, связанная с едой – это то, что влечет за собой, то, что отвлекает и заставляет душу, 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 нефиш, короче, заставляет трудиться для авададшав, для пустой работы. В тот момент, когда Гаон, говорит, идет по другому пути. И говорит, что поскольку основная функция рта – это дебур, у животного действительно основная функция рта – это покушать. У человека основная функция рта – это речь. Речь – это то, через что Тора входит в человека, в мир, и выходит из него, и передается дальше. Поэтому то, что он выучил внутри мамы – это то, что заставляет его продолжать учиться, достигая своей Торы и своих митцвод. Теперь мне прислали целых три вопроса. Вопрос номер один. Если вкусно пожрать, и сопутствующее приносит только вред, то значит ли это, что следует стремиться быть аскетом? Вроде полный отказ от телесных радостей в иедевизме не приветствуется. Вопрос достаточно неоднозначный, поскольку есть барайтер Равипинха Сабейниира, написанная в Георио Авойда Зойра, на которой Рамхаль написал целую книгу «Масилат Ешарим», где он объясняет, что существуют разные этапы в жизни человека. И в зависимости от того, на каком этапе находится человек, ему нужно по-разному себя вести по отношению к «открыли», «вкусно пожрать», «закрыли». В зависимости от того, если он находится в состоянии к душе святости, и все, что есть в этом мире, к чему он прикасается, он соединяет к святости. Я боюсь, что я таких людей не знаю, но такие люди были, Илья Уанови, например, и так далее. То эти люди, которые достигли состояния полной стопроцентной их души, про них говорит «Масилат Ешарим», что этот человек даст дин вахишбон, даст отчет, его будут судить за все, что видели его глаза, и он не кушал. Поскольку любая вещь, которую он будет есть, он будет есть только для того, чтобы выполнить митцву и соединить это со Всевышним. И поскольку все, что есть в мире, создано БМЭТ на самом деле, для того, чтобы, я имею в виду сейчас еду, для того, чтобы быть съеденным, например, за шабатным столом, или что-то подобное, то человек, который отказался от этого, он в какой-то степени, если можно так сказать, на своем уровне нарушает Тору. Но есть люди, которые не дошли до этого уровня. Есть люди, и среди них тоже есть много уровней. Есть люди, которые находятся на уровне, скажем так, обычном, стандартном уровне. Таких людей, я боюсь сказать, в процентном отношении, я не знаю точно, но много. Для этих людей основная их работа, я имею в виду сейчас с точки зрения покушать, это отделить съедобное от несъедобного. То есть, есть кошер, есть некошер. Поэтому то, что кошер, в рот берется, то, что некошер, в рот не берется. И когда они это сделали, они выполнили то, что к ним относится. Это заповедь Кашрута, упомянутой в Торе, и это заповедь, которая называется, это уровень, который называется Згерут. Уровень, который называется, что человек должен быть осторожным и следить, чтобы, не дай бог, что-то не то, что можно, не попало к нему в рот. Есть люди, которые дошли до следующего уровня. много более высокого уровня, который я сейчас пропускаю, опять же, много уровней, просто так вот три из них назовем. Уровень сгерута – это уровень, когда я должен ли-за-гер внимательно следить, для того, чтобы не взять ничего запрещенного в рот. Уровень пришута – это уровень, когда человек должен отделиться от всего, что есть в этом мире и кушать столько и только то, что необходимо для того, чтобы не притянуть копыта, и то, что вы назвали аскетизмом. И это приветствуется, если это авадат Гошем, если это служба Всевышнему. Но это уровень неконечный. Конечный уровень, как я уже говорил, уровень к душе, когда человек должен дойти до уровня того, что все, что есть в этом материальном мире, оно посвящено Творцу. И об этом, этого уровня, достиг, например, Иаков Авину, когда он боролся с ангелом Исава, мы это обсуждали, он вернулся за какими-то маленькими сосудами, для того, чтобы их забрать, и тут же на него набросился ангел Исава. И Раша говорит, почему Иаков вернулся за этими маленькими сосудами, объясняет Раше, потому что для цадиким, для праведников, их имущество очень дорого, потому что они лопаштим едаем бэгэзэль. Они своими руками никогда не воруют, поэтому все, что у них есть, заработано тяжелым честным трудом, и поэтому Иаков не мог это оставить просто так. Это объяснение Раше. Объяснение, которое дает Охроним, Охране и Охроним. Они говорят о том, что, да на самом деле не так Охране и Охроним, уже во время Шульхоноруха оно возникает, уже Аризаль на эту тему говорит, о том, что когда вот эти пахим ктоним, одно из объяснений того, что такое эти маленькие кувшинчики, Иаков Авино понимал, что все, что есть в этом мире, он должен это каким-то образом использовать. Говорится, что Малах Исава, ангел Исава, пришел к Иакову с тааной, с требованием, о том, что когда мы заключили с тобой акт продажи первородства, то этот акт означает, что ты, Иаков, получаешь весь Аллах Абба, я его тебе продаю, я, Исав, получаю весь Аллах Азэ, я получаю весь этот мир. Когда ты сегодня пришел для того, чтобы получить, вот эти, забрать эти маленькие кувшинчики, не сильно нужные кому-то, то ты открыл, что для тебя Аллах Азэ имеет значение, имеет какую-то необходимость. Тем самым ты показал, что Хазэ, который мы с тобой заключили договор, он расторгнут. И драка, которая между ними была, между ангелом Исавовым и Иаковым, она достигала кисы Аковод, престола славы Всевышнего, и Всевышний лично должен был ответить, кто из них прав. Тааноты Акова заключались, его требования заключались в том, что все, что есть в этом мире, он Иаков использует только лава дадашем, только для службы Всевышнего. Это мадрега, который называется гдуша, или дословный перевод, отделенность, отделение, когда нет ни одного элемента этого мира, который мы не должны использовать для службы Всевышнего. Раби Иуда Анаси, это был один из последних Таная, тот, кто записал Мишну, Раби Иуда Анаси был безумно богат. И Гемора говорит, что у него на столе никогда не кончалось какие-то явства, которые, в общем, очень трудно найти обычному человеку. Здесь нету под рукой Гемора Ксубас, если можно. То Раби Иуда Анаси, у него постоянно было все, что нужно, немножко напоминает песню Высоцкого, и умелое всегда то, что надо, и плюс премию каждый квартал. Обычно буква хэт на ней написана. Благодарю вас, извините. Я не ожидал вопроса, поэтому не подготовился. В Геморе Ксубас есть Тосвас, который приводит Мидраж, что, на самом деле, начинается с Гемора. Когда Раби Иуда Анаси умирал, он поднял свои руки и показал их, и сказал, что 10 пальцев, которые у меня есть, они, как свитки Торы, и я могу поклясться, что я ни один из этих пальцев, даже мизинец на левой руке, не получил Ганну удовольствия от этого мира. При этом, Раби Иуда Анаси, я повторяю, Гемора приводит в качестве примера его богатства, что у него на столе были какие-то вещи, я, честно говоря, просто не знаю их названия на русском языке, поэтому я не буду зачитывать. И он говорит, что я не получил никакого удовольствия даже Б.Эцбактана, даже маленьким пальцем. И говорит Тосфос, что есть мидраж, который говорит, до того, как человек молится, чтобы Тора вошла внутрь него, пусть он помолится, чтобы внутрь него не войдут удовольствия этого мира, внутрь его тела. И там приводит, говорит этот мидраж, вот эту историю с Рэбби. Это то, что я хотел от этой Геморы просто посмотреть. Так вот, Раби Иуда Анаси, если кто-то интересуется, да, в Кувдала, Томат, Алиф, Тары и Тосфос. Так вот, когда Раби Иуда Анаси умирал, он готов был поклясться, что он не получил никакого удовольствия от этого мира, при этом он получил удовольствие от всех продуктов, которые были, еще немножко. Что имеется в виду? Что он их ел не для того, чтобы это стало каким-то удовольствием лично для тела. Он их ел, потому что он понимал, что все, что создано Всевышним в этом мире, оно создано для того, чтобы он направил это на службу Творцу. Так же, как и Оков, который вернулся за этими маленькими кувшинчиками. Точка. Второй вопрос. Как человек понимает и знает, что вспоминает выученное правильно? Ведь спросить он, вероятно, не может, так как вам и сказано, что это только ему дана эта часть Торы. Ответ. Я понимаю вопрос. Человек действительно не понимает. Он не знает. Поэтому он должен учить всю Тору. Но полагаться на то, что Акодаж Барагу Всевышний сделает так, что та часть Торы, которая к нему относится, каким-то образом в него войдет. Есть несколько способов, которые Всевышний может это сделать. Он может поставить человека в те условия, когда ему понадобится учить эту часть Торы, потому что у него возникнут вопросы на эту тему. Например, кто-то через интернет задаст вопрос. Скажите, пожалуйста, а как человек и так далее. Ему придется для того, чтобы ответить этот вопрос, коснуться той части Торы, которая сделана, ему нужно через нее пройти. Есть еще один такой интересный Аризаль, который говорит, пшат в геморе, не пшатный пшат в геморе, необычный смысл гемора. Есть гемора, которая говорит, что человек не учится, не должен человек учиться, а только то место, которое хочет учиться его сердце. Имеется в виду, что когда возникает вопрос в геморе, какую гемору учить, хулин или ксубас, то один человек хочет это, другой это, и не всегда понятно, почему он хочет. И понятно, что если ему хочется учить что-то другое, его заставляют учиться именно это, то оно как-то не пойдет, потому как удовольствия нет, а изучение Торы без удовольствия, это абсолютный абсурд, как я неоднократно говорил, от Торы надо балдеть немножко, от изучения Торы, иначе плохо, иначе она не учится. Так вот, Аризаль объясняет, что человек спускается в Гилгуль несколько раз, и эти Гилгулим, переселение душ, они происходят до тех пор, пока он не выполнит те митвы, ради которых он спущен, душа спущена в мир, и пока душа не выучит ту Тору, ради которой она спущена в этот мир. И бывает, что человек не хочет чего-то учить, и сам не понимает, почему. А на самом деле это связано с тем, что эту часть он хорошо выучил в прошлом Гилгуле, а есть какая-то часть, которую ему очень хочется учить, и он не отдает себе отчета, почему. Поскольку эта часть, ради которой он спустился в этот Гилгуль, поскольку другую часть Торы он уже выучил в предыдущем. Это не означает, что если человеку ничего не хочется учить, таких людей я знаю, то значит, в прошлом Гилгуле было все очень хорошо. Это по другой причине. Вы понимаете, что я имею в виду. Есть и царгара, которые есть у человека, и учиться тяжело, и, как правило, хочется очень мало. И тем не менее, когда человеку, вот, Гилгуле делает так, что он придет к тому, чтобы выучить именно то, что надо. Последний вопрос. Корни-действия и ветви-знания. Да. Именно это говорит Мишин в трактате «Перкиавод», который говорит, что дерево, у которого есть много корней, оно будет хорошо стоять, и называет корнями действия, на которые держится Тора, которые выглядят, как красивые ветви, как крона дерева, и корни должны быть больше, чем ветви. То есть, осе на осе должно быть больше, чем нишма. Окей. Таким образом, мы с некоторым трудом одолели два пасука. Что делать? И прочитаем пасук номер 3. Пасук номер 27. Человек негодный замышляет зло, человек негодный замышляет зло, и на устах его как бы огонь палящий. Читаем на иврите. Этот пасук звучит «Иш-бале-эль-корэ-ра-а- вааль-сфатав кээш-царэвет». В принципе, перевод очень точный, просто я не знаю, как точно перевести слово «бале-эль», мы сейчас увидим, как переводят комментаторы. Человек, которого зовут «бале-эль», человек зла, он замышляет зло, и на его устах находится как огонь, который сжигает. Это мы сейчас увидим. Это правильный перевод, но его нельзя так просчитать. Это должны быть комментаторы, которые так скажут. Верно, так переводят вагро. Говорит Мальбим, начнем с Мальбима. Он говорит, что такое «Иш-бале-эль-корэ-раа». После того, как нам рассчитали, по какой дороге нужно идти, что такое дорога Хохмы, в которой одета в скромность, в уверенность Всевышнего, и руа-кодыш, как руа-кодыш перевести? Божественная пришельщина. Нет, это шехина, это терминология. Руа-кодыш дословно, это дух Всевышнего, который, дух свыше, который находится на человеке, и мы возвращаем людей, и все эти вещи возвращают человека от дороги, в которую выбирают его уста. Я напоминаю, что по Мальбиму уста выбирают плохой путь, потому что они хотят немножечко покушать, и это та-ва и хым-да, которые ведут нас вне туда. После того, как руа-кодыш, уверенность во Всевышнем, знания возвращают человека на правильный путь, то то человек начинает понимать, что дорога глупости это дорога обратная тому пути, по которому ему надо идти. И вот человек Балиэль, он выбирает, он ищет дороги зла. Кто такой Балиэль, объясняет Мальбим. Балиэль это человек, который скидывает себя полностью Оль Шамаем, Ига, Небес. Гагро объясняет, что Балиэль это Бли Оль, человек, который без Оль, без Ига, без Ерма. И этот человек Коре-Ра, он исследует, Ликро это, Коре это копать, он копает зло, то есть, он из глубины, из стайн выкапывает колодец для своего товарища, для того, чтобы туда его опрокинуть. И на его устах, на его устах находится Боэр, огонь, пламя, что-то пылает. И пылает оно киэш царевит, как огонь, который тоже сжигает, жгучий, пусть будет жгучий. Потому что он говорит всегда Ишблель, он всегда говорит сыт лагавутом, с воодушевлением, и так, что у него как бы как огонь, как искры любви находятся у него в устах до того, до такого состояния, что они выглядят как пламенная речь, но выглядит она как нечто похожее на ожог, который находится на губах. И это сказано дальше будет. Что находятся вот эти митсупе, вот это вот покрытие на устах, а при этом сердце человека будет злым. И его уста будет говорить с любовью, и это понятно, что будет обман, а цель этой любви будет привести к злу. Немножко похоже на анекдот, как приходит домой змей Горыныч, немножко подвыпивший, и жена говорит, а ну дыхни, вот такая нелепая смерть. Так вот, когда Ишблель, у него на устах находится этот огонь, который напоминает змея Горыныча, то в результате этой истории получается, что он сжигает истину и ведет ко лжи. Хагро объясняет немножечко как бы иначе, еще одну гемору я забыл взять, но ладно. Он говорит, Ишбайлиэль кара-раа, имеется в виду, что человек, у которой отсутствует боязнь Всевышнего в его сердце, он называется Балиэль келоймар, бли-оль, то есть без ига, и он корэ-ра-тамит, он всегда копает зло, постоянно. И на его устах имеется в виду, что его слова, его дебур, кеэш царевит, то есть есть люди, которые сидят, кушают, пьют, разговаривают и дают друг другу советы, и объясняются друг с другом, и выглядит это как что-то невероятно доброе и хорошее, такая компания с войскоем. Но на самом деле, говорит Гемора в Йоме, что они докримзе этзебе хороводшел и бушот. Они друг друга протыкают мечами, которые находятся на их языке. Точка. И вот Ишбеллиэль это человек, который выглядит совершенно нормально, у него некое сияние на устах, его уста выглядят просто супер хорошо, но при этом слова, которые он говорит, они протыкают другого человека, и это его цель. И об этом сказано здесь три вещи. То есть, он говорит, Ишбашиме Блиэль, он копает, он говорит, сватаем, и он, Эшцаревит, у него есть огонь, который сжигает. То есть, здесь есть три вещи, Махшова, Дибор, Маосе. Мысль, слово и действие. Блиэль это Махшова, Бли, Оль это мысль. У него в Махшавод, в мыслях, нет никакого Оль, никакого Ига. Коре это действие, он копает, он не просто ограничивается мыслями. Сватав, он говорит. Таким образом, у человека, который называется Ишбалейль, у него постоянно идет работа в трех направлениях. Поскольку мы говорим о том, что хохма человека пытается, сейхль человека, пытается убрать его с неправильного пути и возвратить его на дороге тшувы, по-нашему, по-простому, а в терминах Мишли возвратить его на путь Ешар, на путь, который по-настоящему Ешар, и человек в состоянии это сделать, то ему должен помешать человек, который называется Ишбалейль. Человек, который внутри него, основная задача которого свергнуть Оль, и для того, чтобы свергнуть Оль, первое условие, что у него самого, то есть внутри человека, всегда есть какая-то часть, в которой нету никакого Оля. Он хочет не иметь никакого Ерма. Это первые его мысли. И тогда этот человек для самого себя, не только для окружающих, для самого себя копает ямы, в которые можно упасть, копает ловушки, то есть он призывает человека к действию, которое будет ему мешать в жизни, и он, его речь, он находит термины, которые для самого себя будут протыкать его, как острый меч, для того, чтобы человек не смог вернуться на дороге душевой. Все. Я думаю, что на сегодня мы закончим. Мы дошли до 27-го предложения, ибо из Радошем в следующий раз продолжим дальше. Спасибо за внимание, до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова